Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня у нас в гостях мой друг, политик Ибрагим Лиянов. Привет, Ибрагим! Привет, Юрий! Ибрагим, мы встречаемся с тобой 23 февраля. Это черная дата. Это дата геноцида народов Ногчи и Галгей. 23 февраля 1944 года было совершено чудовищное преступление. Начался холокост двух народов – Ногчи и Галгей. И, во-первых, я хочу принести мои глубокие соболезнования народу ингушите в связи с этим черным днем, в связи с началом холокоста ингушского народа. Мы, евреи, хорошо знаем, что это. И второе, что я хочу сказать. Я хочу принести народу Галгай мои извинения. И я объясню, почему. Мы долгое время в Советском Союзе не знали об этом. Но давайте будем честны перед собой. Мы не хотели знать. Мы боялись знать. Точно так же, как жители городка рядом с Бухенвальдом, когда им задавали вопрос, а как же вы это допустили, вы культурная нация, немцы, они отвечали. А мы смотрели в другую сторону. Вот и мы смотрели в другую сторону. И в этом наша вина. Мы боялись, боялись, я настаиваю на этом термине, понять, что был холокост народа. Это ужасно. Я приношу мои извинения ингушскому народу. Я приношу извинения, потому что я был гражданином Советского Союза. И я стараюсь быть честным по отношению к самому себе. Только три года назад, когда я начал заниматься проблемами ингушского народа, я понял глубину этой пропасти. Мои соболезнования, браке. И мои извинения. Спасибо, Юрий, большое спасибо. Большое спасибо. Ты истинный друг ингушского народа. И ингуши никогда не забудут то, что ты сделал для нашего народа. Да, это, к сожалению, это очень тяжелая дата для нас. И воспоминания очень тяжелые. В первую очередь я бы на своем языке сказал пару слов. Я просто соболезнования сказал на своем языке. Действительно, это было очень тяжелое, тяжелое время для нашего народа. Действительно, мы потеряли... Знаешь, вот тогда не было такого же подсчета, не было, да? Но больше 60% населения мы потеряли в этой депортации. Больше 60% это холокост, это геноцид. И этот же геноцид, Юра, он ни один день не прекращался по отношению к ингушскому народу. Не прекращался, это продолжение шло. Это 73-й год, это 80-е годы, это 90-е годы. И до сих пор этот геноцид этого народа продолжается. Так как мы считаемся самая неблагонадежная нация в этой Российской империи. Поэтому нас каждый день утюжат, каждый день нас гнобят. Помнишь мы с тобой, сколько мы с тобой вели передач, когда эскадроны смерти работали на территории республики, сколько похищенных молодых людей было, сколько убитых было. И сколько посажено по сфабрикованным делам наших людей, нашей молодежи. И самый последний пример, когда в 2018 году, когда два так называемых руководителя субъектов договорились и передали туда-сюда землю, и посадили там стариков, молодежь и девушку посадили. И дальше этот геноцид никак не останавливается. И дальше он сегодня даже продолжается. Продолжается. Почему он продолжается сегодня? То есть продолжается тем, таким образом, что нашу молодежь опять же отправляет в соседнее государство на войну против Украины. Понимаешь? Это тоже геноцид. Это геноцид моего народа. И вот многие задают вопрос, Юра, почему вот ингуши не стоят там, вооруженное восстание не делают. У нас нету такой возможности, я этим людям хочу сказать. У нас такой возможности нету. Мы маленькая нация. В свое время нас полностью разоружили. Все, что у нас было, забрали. Слева, справа наши соседи вооруженные, у них есть свои армии. За ними власть российская стоит. А у нас ничего нету. Нашу республику ежедневно, посмотри, что происходит, ежедневно вот эта коррупция, которых нам навязали вот этих чиновников, идет гнет нашего народа. Понимаешь, любым путем они хотят нашу республику расформировать и с лица земли стереть республику. И это выгодно нашим соседям справа и слева. Понимаешь, вот в чем идет. Поэтому сегодня такая грустная дата. Я не хотел вот эту тему поднимать, вот не хотел, но приходится ее поднимать. Понимаешь, Юра? Вот вчера мы посмотрели аж с 2009 года. Вот представь себе, вот такую наглость. Можно же разве иметь? С 2009 года в ЮНЕСКО занесли наши башни родовые. Понимаешь? Наши храмы. Понимаешь? Занесли так, как они собственность чеченского народа. Ну так разве можно? Ингушские башни сделали своими. Ну как это? Вот мы сейчас будем выходить на ЮНЕСКО и говорить, на каком основании наши башни, наши родовые башни, наши храмы вы выдаете за чужих. Как это так? Ну это бессовестно, понимаешь? Вот это идет геноцид этого народа. Поэтому я говорю, вот все это идет продолжение вот этого геноцида этого народа. Вот в чем загрузка. Но ты, говоря о геноциде ингушского народа, еще две вещи не упомянул. Во-первых, это 1958 год, когда формально ингушам разрешили вернуться. Только куда кто-то ушел, просто оставил ингушам в свои дома. Я никого не называю, я уважаю все нации, не хочу никакие нации называть. В любой нации есть плохие люди, есть хорошие люди. Но многие продавали ингушам их же дома, которые строили их прадеды, втридорога. Я задаю простой вопрос, он риторический. Ингуши от советского государства получили хоть копейку за это чудовищное преступление? Вопрос элитарический. Но я напомню, прежде чем ты ответишь, другой факт. В феврале 1942 года 120 тысяч американцев японского происхождения были интернированы и размещены в штате Оклахома. Они жили в совершенно человеческих условиях, там не было геноцида. Но уже в феврале 1945 года, спустя три года, Верховный суд США отменил это решение. Вот эти 120 тысяч граждан, американцев японского происхождения, получили в общей сложности 1,2 миллиарда долларов. Тех они эти. Множайте как минимум на 100. Реальную цифру получите. Это получили американцы японского происхождения. Формально, чисто арифметически, по 10 тысяч долларов. По 10 тысяч рублей хотя бы получили ингуши за это. Ха-ха, три раза. Юра, я отвечу на твой вопрос, вот, какие нации там ушли. Не надо. Нет, 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 ингуши всегда говорили и будут говорить правду. Мы говорили и будем говорить. Единственные, кто вышли из наших домов, которые действительно, когда мы вернулись, вернулись на родину, единственные люди, это были, которые спокойно все оставляя нажитое, и коров, и курей, и все, 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 и мебель, все, все, что там было в домах, оставили, ушли, это 12 всего. Это были евреи, это были грузины. Ну, давай мы не будем говорить о нас. Нет, 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 я тебе, нет, здесь не в об этом, что я с тобой там передачу веду. Это факт, это действительно, как было, надо говорить. Пусть люди знают правду. Две нации, которые оставили все и ушли, это были евреи и грузины. Поэтому сегодня у нас отношение хорошее к этим людям, понимаешь? Но осетины до сих пор проживают в наших домах, до сих пор проживают. И некоторые там участки, земли продавали же ингушам, их же дома. Их же дома продавали осетины. И дальше продолжают. Вот у меня на моей земле живут море осетин, понимаешь? И не отдают, и не отдают эту землю. Ну, давай еще раз, я тебя прошу, ну, давай мы не будем говорить о нациях. Давай мы будем говорить о плохих людях. И второй момент... Нет, Юра, 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 смотри. Здесь я не могу сказать, какой-то там Иван или Сидор или Петя ушел. Нет, надо называть вещи своими именами. Понимаешь, я называю, я всегда говорю правду и буду говорить. Мне это легче, понимаешь? Я назвал то, что было на самом деле. Я это не придумал ни сверху, ни сбоку, ни откуда этого не взял. То, что было, я говорю, надо вещи своими именами называть. Когда люди врут, понимаешь, потом уже один что-то сказал, другой еще добавил, и получается там клубок такой. Лучше говорить правду. Действительно, кто отдал, мы уже знаем. И вот смотри, какую компенсацию дали? Никакую компенсацию не дали, ничего. Во-первых, смотри, политического решения этого нет. Они же сами, русские, заявляют. Вот на сегодняшний день власть их не заявляет. Вас не реабилитировали, вас пожалели. Они говорят, понимаешь? Хорошо, если ты возвращаешь нас назад, обратно, тогда ты должен был вернуть нашу территорию, наши дома, все, что ты у нас забрал. И компенсировать должен был все это. Но этого же не произошло. Не произошло. Поэтому, когда вот после и то по определенному времени прошло, наши депутаты, ингушские депутаты, с трудом пробили закон о реабилитации реперсиновых народов, который сегодня, опять же, валяется там в углу, в черном ящике, и не реализован этот закон, понимаешь? Самый гуманный закон, самый гуманный закон за существование вот этой Российской империи был вот этот закон. Закон о реабилитации реперсиновых народов. Вот мы подходим ко второму вопросу. Этот закон действительно был пролоббирован многими народами Северного Кавказа. И давай будем справедливы. Там участвовали не только ингуши. Но мы подходим к самому интересному. Этот закон был брошен на отвяжись, когда полтора года, полтора года по инициативе Руслана Аушева долбали Бориса Ельцина. Ну, давайте исполнять этот закон. Какой был ответ? Ну, закон есть, ну, исполняйте. И когда сейчас раздаются голоса, что Аушев спровоцировал осетинно-ингушский конфликт, я смеюсь, потому что эти люди просто не знают ситуацию. Я говорил, говорил и буду говорить. И вот поправь меня, если я не прав. Главный виновник осетинно-ингушского конфликта Борис Николаевич Ельцин, который не предложил не то что дорожную карту, он даже органы не предложил, которые этим будут заниматься. Сколько долбили и Аушев, и тогда еще даже Зязиков, сколько просили. Ну, как его исполнять? Никто не исполнял. И вот теперь скажи, Ибрагим, в чем я не прав? Юра, закон, первый, самый, конечно, самый непосредственный виновник, это Ельцин. Он был тогда президент Российской вот этой империи. А фактически это все шло с подачи осетин. Понимаешь, почему? Потому что им нужно было, если бы закон исполнили бы, да, тогда им нужно было вернуть территорию нашу, правильно? И чтобы не вернуть вот эту территорию, они развязали вот этот так называемый конфликт. Это не конфликт был, это был геноцид ингушского народа. Понимаешь? Они технично... Я сам участник всего этого, понимаешь, Юрий, если сбоку справа кто-то скажет, я не поверил. Я сам это, участник всех этих действий, я все это видел, все своими глазами. Не было там, понимаешь, шла вот нас лично, нас утюжила доблестная российская армия, понимаешь? При поддержке этих боевиков с так называемой Южной Осетии, с Сахинвали, пришли вот два этих каких-то батальона. Давай тогда, так говорить, не осетины, а осетинские власти и российские власти. Давай все-таки не будем. Сейчас, смотри, они пришли, они пришли оттуда, вот эти два, потом перво нас утюжили русские, русские войска, мирное население, истребляли. Понимаешь, вот они уничтожали все, и сзади шли эти бравые наши соседи, осетины, мародеры, убивали, добивали бедных стариков, женщин и детей. Понимаешь, правду надо говорить, пусть люди знают правду. Но правда не в том, что нация плохая. Нет, Юра, Юра, сегодня, нет, мы не говорим, что нация плохая, мы не говорим, мы не о нации говорим, мы общую черту. Сегодня то же самое происходит в Украине. Посмотри, вот это Буча, вот это все. То, что мы на себе это в 92-м году испытали, сегодня испытывает вот этот народ Украины, понимаешь? То же самое в Украине происходит. Тот же сценарий, тот же сценарий, убийства, поджоги, растерзания, вырезания, понимаешь? Все, что они с нами делали, один и тот же, один в один почерк, который был в Украине. Вот сейчас даже в Украине происходит. Поэтому оценки нету, понимаешь? Нету оценки вот этого геноцина. И сегодня ты сам свидетель всего того, что происходит в Украине. То же самое с нами произошло, понимаешь? Виновны именно они, наши соседи. Хорошо, ты не хочешь, чтобы я их называл по нации? Хорошо, наши соседи виноваты. Они должны сегодня сесть, признать свою ошибку. Если они хотят мирно жить с нами, они должны признать свою ошибку, вернуть то, что положено нам. Нам. Мы чужого, ни у кого ничего не просим. Мы говорим, наше, верните, и все. И живите, живите. Даже на этой территории живите. Мы им ничего не говорим. Но она наша должна быть. Если мы вернулись на родину, если так называемая эта имперская власть решила, что мы невиновны, и нас вернули домой, тогда реабилитируйте, верните. И компенсируйте народ. Они должны компенсировать народ. Понимаешь? А вот сейчас вот новый вот этот виток пошел, вот выход из состава России, там какие-то люди объявились. Я самый первый человек, который за выход из состава этой Российской империи. Но вопрос. Как выйти? И с чем выйти? Я готов выйти из состава этой империи, забрать всю территорию, которую у нас, и слева, и справа у нас забрали, при помощи империи, понимаешь, вернуть вот эту нашу территорию. Плюс, чтобы нам заплатили, компенсировали за те все столетия, которые утюжили, убивали мой народ, понимаешь, грабили мой народ. Понимаешь? Россия должна нам компенсировать, понимаешь? Вот с таким условием мы должны выйти. А так, чтобы на ура и под чьи-то диктовку сделать такие громкие заявления нельзя делать. Нельзя. Надо думать. Прежде всего, надо думать о народе. Не о себе думать надо. А эти люди, которые такие громкие заявления делают, они далеко не пойдут. Вот я вот хочу вот им вот такую фразу сказать. Никогда не ставь свои интересы выше своего народа. Запомни раз и навсегда, без народа ты никто и ничто. Вот тот, кто хочет использовать народ ради своих корыстных целей, он должен запомнить вот эту фразу, которую я сказал. Понимаешь, Юра? Я согласен с тобой. И вопрос тогда совершенно естественный. Ты понимаешь, Ибрагим, вот сейчас я обращаю внимание на одну деталь. Мне очень нравятся адаты ингушей, адаты ногчи. Один из которых, например, это то, что вот мы можем быть врагами, но если я приехал на похороны своего родственника, ты меня никогда не трогай. Ты дашь мне похоронить и уйти. Очень красивая, да. И вот это только я один пример привел. А вот теперь обратите внимание. Десятки тысяч ингушей не могут сейчас просто приехать на могилы своих родных, потому что, а центральная власть плевала на эти адаты. Ибрагим, ну кому я это рассказываю? Ну у тебя же в семье та же самая ситуация. И вот вопрос. Мы подошли. Я плавно подвел к вопросу. Допустим, сейчас российская власть там новая, условно говоря, скажет, мы будем дружить, мы будем хорошие. Один вопрос. Поверьте. Вопрос из одного слова. Поверьте. Ты мне задал вопрос, я отвечу. Я, вот чтобы там завтра не говорили, я за весь народ не отвечу, но я за себя отвечу. Никогда жизни я не поверю. Понимаешь? Верить этой империи, себя не уважать. Это вот мой личный ответ. Но я думаю, что почти вся нация меня поддержит в этом отношении. Но я не беру на себя смелость, как вот некоторые люди, говорить за всю нацию. Я за себя говорю, что я не верю. И также я думаю, что весь мой народ такого же мнения, как и я. Понимаешь? Нельзя им верить. Но самое интересное, знаешь, Юра, самое главное, что меня радует, то, что сегодня мы гонимы, это ты при лучших всех, лучших всех ситуаций в Ингушетии, знаешь, это ты. Все вот эти все журналисты же от нас шарахаются, как, не знаю, как от прокаженных, понимаешь? Я не знаю, что мы им сделали. Но единственный журналист, который все это знает, вот эту ситуацию, все, что там происходит, меня одно радует. Знаешь, что меня одно радует? Что мы на весь мир не кричим, что мы пехотинцы Путина. И мы не кричим на весь мир, что мы Путина любим. Вот это меня радует. Вот я этим горжусь, что мой народ не опустился до такой степени, понимаешь? И поэтому я приветствую мой народ. И вот это самое, вот это моя душа радуется, что мы до этого не опустились, понимаешь? И не опустимся никогда. И вот, кстати, Ибрагим, я вот как сейчас слышу, что вот в этом месте начнутся крики. А Ингушетия 98 или 99% проголосовала за Путина. Ребята, а вы кадры с избирательных участков внимательно изучали? Когда подходили вот с такими, я даже не вот так показываю, у меня пальцы 23 сантиметра всего, а это больше было. Пачки бюллетеней под камеры не стесняясь вбрасывали. А потом эта мадам лесгинку танцевала. Ну, извините меня, из-за одной нехорошей женщины на весь народ вы собираетесь выливать дерьмо. Простите великодушно, но и я скажу, ну да, ну есть такая в Ингушетии Айна Гетагазова, которая плясала перед Путиным, и что? И что дальше вот мне сказать, что ой, перед Кадыровым виноват я, оговорился, и что мне дальше на весь народ, что ли? Собаку спускать, сказать, ах, у вас Айна Гетагазова танцевала перед Путиным, все, я Ибрагим, я вас знать не знаю, ну что, мне так что-то прикажется поступать? Ха-ха три раза. Ну, ребят, ну вы что? Юра, они вот сейчас, вот эти паблики, знаешь, вот интернетные герои, которые прячутся под разными никами, не показывая свое вот так лицо, знаешь, не говоря, кто они есть, они пишут всякую грязь, всякую. я вот им объясню, вот она ручка, и вот там бумага, бумага все терпит, можно нарисовать любую цифру, любую цифру, и вот эта цифра была нарисована, нарисована в Ингушетии, что мы за Путина там проголосовали, но самое, опять же, мы не на первом месте, есть соседние республики, которые 155% нарисовали за Путина, понимаешь? 146, ну, 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 ошибся, я извиняюсь, ошибся, ну, вот, видишь, ну, мы хотя бы 146 не нарисовали, ну, ладно, пускай, там, нарисовали, поэтому никогда Ингуши не голосовали, не будут голосовать за такую власть, поэтому всякие ярлыки, которые сегодня навешивают, они отлетают, никак не липнут к нам, понимаешь, Юра, поэтому, вот, пользуясь случаем, я еще раз бы, еще раз бы хотел бы обратиться к нашей молодежи, которая вот живет вот здесь за границей, дорогие мои ребята, девушки, парни, сделайте одно одолжение для своего народа, не для меня, для своего народа и для будущего нашего народа, учитесь, занимайтесь спортом, осваивайте все профессии, которые доступны вам здесь, в Европе, здесь вам все дороги открыты, учитесь, завтра вы, это не я, не мы, вот уже старшее поколение, вы, именно вы, молодежь, будете строить будущее вот этого, вот этой республики, понимаете, вот это остается для вас, вы должны строить современную нашу республику, демократическую, современную республику, все от вас зависит, пожалуйста, занимайтесь спортом, учитесь, вот самое главное, и не идите, не идите за всякими темными элементами, не слушайте никого, слушайте зов своего сердца, понимаете, слушайте порядочных людей, не идите в темную, когда вас куда-то ведут, вас не заведут в хорошее место, те люди, которые скрывают свои данные, свои лица скрывают, они никогда вас не поведут по ровной дороге, они поведут вас в тупик, на самоуничтожение, поэтому оберегайтесь, учитесь, живите нормально, показывайте себя, что в Европе, вот сейчас сколько выставок идет, сейчас есть в Европе, во Франции сколько выставок было, я сам участник этих выставок, люди проходили, французы проходили, другие национальности, все проходили, удивлены были, они не знали, что такое вот про наш народ, понимаешь, мы показывали, вот молодцы, вот так занимаются, несите культуру, несите спорт, радость, вот я вас об этом прошу. Ибрагим, у меня тогда вот какой вопрос, я с неприятным удивлением увидел, что некоторые люди с фамилиями народа Голгай, народа Нокчи поддерживают Сталина, этого подонка, ты как это объяснишь, они не протестуют против того, что сейчас по России возрождается культ Сталина, я могу поинтересоваться, это тральчатина, или это люди, разум потерявшие, или память потерявшие, что это такое? Ну, видишь, сейчас сам Владимир Путин выбрал путь Сталинизма, понимаешь? Да, но я вот, не знаю, вот я вот за всех не могу сказать, Юра, но я по-моему, если я не ошибаюсь, ни один ингуш не поддержит это, ни один ингуш, я не верю, что как ингуш будет Сталинистом, я не поверю это, может быть, который, знаешь, какой-то ингуш говорящий, какой-то, ну вот, сбоку и припевку, может быть, понимаешь, но то, что ингуш, настоящий ингуш, настоящая гола, никогда жизни не станет Сталинистом, я в это не поверю, понимаешь? Это могут быть тролли, пригодности. А насчет троллей, насчет троллей, насчет троллей, это без этого, сейчас интернет пространство, без этого никак не можешь жить, понимаешь? Ты посмотри, что там в этом интернете происходит. Ты же видел, как меня, тебя ругают за наши, даже вот наши с тобой. Это будет мой вопрос на закуску. Это, это, скорее всего, троллер работает, понимаешь? Они берут, ну, там легко же, знаешь, когда человек вот свое лицо не показывает, взять там какую-то фамилию выборочную, взять, поставить, вот я Сталинец. Ну, это, это троллер. На их внимание не обращаем. И вот на закуску у меня вопрос такой. Мне довольно часто приходится читать комментарии, и что я обратил внимание под у них ники именно Тейпов Галгарь. Хамхоев, Барахоев, Аздоев. И они начинают полоскать, во-первых, тебя, как ты общаешься с евреем и так далее, или меня, что ты лезешь, еврей, в ингушские дела? Так мне вот все-таки бы хотелось понять, может, мне не надо действительно лезть в эти дела и тебя подставлять? Как ты считаешь? Меня как ты можешь подставлять? единственный журналист, который освещает ингушскую проблему, и он, ты меня поставишь на ней, ты что? Не обращай внимания. Это наши соседи работают, свою работу ведут, подлую, грязную, понимаешь, работу ведут, чтобы, знаешь, вот у нас единственный журналист, который остался, освещающий ингушскую проблему, вот они любым путем хотят тебя отбить от ингушей, все, больше ничего, понимаешь, не это ни ингуши, я же опять говорю, это наши соседи слева-справа работают, понимаешь, они работают, если ты сам же видел, они даже на больших форумах заявляют, что ингушскому этносу всего 300 лет, понимаешь, даже уже там наши тысячелетия у нас украли, понимаешь, поэтому, я говорю, на них внимание обращай, ни к один ингуш, ни один порядочный ингуш слова против еврея не скажет, что нам евреи сделали, наши евреи убивают, наши дома евреи забрали, в наших домах евреи живут, что ли, вообще внимание не обращай, это просто тролли, тролли, знаешь, они же сидят, они работают, понимаешь, они свои 3 целковых отрабатывают, понимаешь, им же вот сказали, давай, если они не сделают, они будут бегать, понимаешь, ты знаешь, где они будут, бегать. Поэтому это тролли. Никаких внимания не обращай. Можно нарисовать. Я же тебе еще раз сказал. Вот она, ручка. Можно нарисовать любую цифру. Написать любую фамилию. Понимаешь? И наговорить все, что ты хочешь. А когда вот так сесть на камеру и сказать свое мнение, у них же нет ничего святого. Мужского, ни женского. Ничего нет. Поэтому он тролль, есть тролль. Не зря название тролль дали. Все, оставим это. Подожди. Ну, Адам Делимханов, он же в свое время целый ролик тебе посвятил. Сказал, что ты нехороший человек, потому что ты общаешься с евреем. Кстати говоря, когда я показал этот ролик главному редактору и одного из ведущих израильских изданий «Детали», Эмилю Шлеймовичу, моему хорошему другу, он долго смеялся, говорит, ну прелесть какая. Ржал долго. Юра, я просто после этого ролика, я думаю, наверное, много евреев посмотрело этот ролик. И я думаю, многие евреи осознали и сделали себе вывод в дальнейшем, какое отношение иметь к этому Демельхану. Правильно? Ну, в общем, да. Ну, вот оставим, они уже дети, я думаю, евреи решили. Будущее, они уже решили, что будет с этим Демельханом. И какой ответ они ему дадут. Я знаю, что евреи дадут ему ответ в свое время. Они не спешат, дадут. И мы дадим ответ. Мы тоже не спешим. Торопиться не надо. И браги. Зачем торопиться? Юра, еще раз хочу тебя отблагодарить. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь для нашего народа. Будут лучшие времена, светлые времена для нашего народа. мы этого никогда не забудем. Ни я не забуду, ни мой народ не забудет. А то, что вот эти всякие тролли, вот эти нечисти пишут какие-то гадусы, мимо ушей пропускай и вообще внимания не обращай. Если, вот смотри, если что-то будет в твой адрес, это я только скажу первую, кто. Понимаешь? Ингушин не скажет. Если что-то плохое будет говорить, это я буду говорить первую, кто говорит. Понимаешь? Ибрагим, мы же не просто друзья, мы практически братья. И кто мне скажет правду, как не мой брат? Это понятно, это естественно. Всё, поэтому не обращай внимания на них. Я желаю, вот я желаю в конце, чтобы вот таких холокостов, вот этих геноцидов, чтобы не было на земле, чтобы вот это, вот этот шанс, который идёт убийство, понимаешь, вот эта война, чтобы она немедленно остановилась, чтобы все вот эти войска вернулись на исходную позицию, понимаешь, каждый вернулся к себе домой, чтобы виновные, виновные понесли суровое наказание за это, понимаешь, кто бы он ни был, с какой бы стороны ни был, мы сегодня не выбираем. виновник должен понести суровое наказание, понимаешь, а виновник мы сегодня знаем прекрасно, и ты, и я, и весь мир знает, кто сегодня виновник. Не надо идти со своим уставом в чужую хату, правильно? Тот, кто напал, он виновник сегодня, поэтому они должны отвечать, пусть отвечают, поэтому желаю счастья, мира всем людям на этой земле, не дай бог, чтобы вот это, то, что сегодня Путин там грозится, там, атомная война, там, атомную бомбу, не дай бог, чтобы это произошло, и желаю, скорее всего, когда этот Путин задумает нажать на эту кнопку, чтобы у него палец отсох. А я в заключение хочу сказать вот что. Друзья, я начал этот ролик с извинений, потому что мы иногда боимся сказать правду, боимся неприятных эмоций, но увы, мы живем в таком мире, что нам необходимо говорить правду, необходимо. Был Холокост народа Галгай и народа Ногчин. Он был. Был Холокост в отношении калмыков, крымских татар, был Холокост в отношении евреев. Сейчас идет Холокост в отношении украинцев. И вот этот страх сказать правду самим себе, он потворствует тому, что это происходит. Не молчите, ребята. Скажите для начала правду самим себе, потом будет легче. Потом будет проще говорить правду. Да, Ибрагим. И я напоследок хотел бы обратиться к средствам массовой информации, к журналистам, независимым журналистам. Вот берите пример с этого Юрия. Не бойтесь освещать ингушскую тему. Не бойтесь выходить на ингушей и брать у них интервью. Берите у нас интервью. Не берите интервью тех людей, которые хотят за нас и от нас говорить. Понимаете? Мы ингуши сами можем за себя говорить и контактировать с вами почему я говорю? Не обязательно чтобы там Лянов был. У нас есть десятки тысячи достойных ребят, которые могут говорить и представлять ингушей в любой точке мира. Спасибо огромное, Ибрагим, за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения политика Ибрагима Лянова. Вы слышали это в черный день, 23 февраля, день Холокоста народа Ингушетии и народа Ичкерии. Это правда. Дай Бог, чтобы это стало уроком, чтобы никогда более не повторилось. Но я напоминаю другой. Выводы только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд и до встречи.